Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня у нас будут очередные покупочки мои! Я была в отъезде, купила там кое-что, кое-что мне подарили, кое-что заказала с китайского сайта. Прикольные вещички, которыми я тоже довольна, но опять же не всеми. Почему не может быть всё идеально, почему нельзя быть всем довольной? Ну, в общем, всё по порядку, расскажу. Первое, с чего я начну, давайте начну вот с такого интересного белья. Да, оно меня немного разочаровало, то есть оно супер-классное, особенно трусики. Смотрите, какие. Вот такие классные трусики. Они, короче, вот это вот на бёдрах, а вот это поднимается на талию. Вот так, смотрите. О, такие вот. Здесь сеточка, они идут немного такими, ну, как бы не немного, а стрингами, да. Сзади стринги, спереди такие они вот идут, высокие, и вот и сзади, и спереди вот такая штука. Вот вся в пайеточках. Мне очень это нравится, потому что я люблю, когда, знаете, брючки какие-то, я не знаю, покажу сейчас, если получилось, заснять мне. Вот такие трусы, когда будут выглядывать из штанов, вот это клёво. Они даже не будут похожи... Ой, что здесь отрывается? Блин, зашить надо. Они даже не будут похожи, что... Будут казаться, что это пояс такой. И это бельё, то есть это вот такие трусики, да. Здесь сеточка, вот я сейчас покажу, что это сеточка, вот такая чёрная. И вверх. Но вверх, к сожалению, хоть я и брала, вот трусы идеально на мне сели, вверх абсолютно не мой. Ой, я не знаю, на кого это. Это вообще на, наверное, эксцесс какой-то. У меня вот пол груди только сюда влазит, и всё. И пол груди у меня наружу. Короче, она... Не то чтобы пол груди, она вообще туда полностью не залазит. Вот такой маленький лифт, видите? Он как-то вообще вот до половины. И здесь тоже вот такие пайетки. Ну, в общем, бельё классное. Если бы оно было по размеру, оно было бы супер классное. Но вот почему-то чашка, она какая-то неполная. Но вообще классный. Я брала Элеску или 75B. Я посмотрю точно, потому что я у них ещё одно бельё заказывала. Оно, к сожалению, ещё не пришло. Я буду уже показывать его в белье. Оно ещё идёт. Вот такое вот бельё. Очень крутое. Дальше покажу вам. Это вот такие брюки. Офигенные вообще. На самом деле я ждала, ждала чёрные брюки. Я люблю чёрные брюки. Они... брюки? Они завышенной талией. Они как будто бархатные. Они мягкие, чёрные. Очень приятные. Ну и самое классное – это рисунок. Они в обтяжечку идут. И самое классное – это рисуночек. Это вот такие вот пробитые дырочки. А в этих дырочках шнуровочка. И у нас получается вот здесь пробито всё. Вот здесь по вертикали, на коленках. И мне кажется, очень стильно смотрится. Ну, посмотрите сами. Ткань очень приятная. И реально они качественные. Также у них на сайте... Это такой сайт китайский, где куча всего. И то же самое я, знаете, с Аней готовлю. Очки. Очки. Как вам? Сейчас смотрела комедии. Мне больше не больно. Больше не больно. Там эта песня была, и она у меня в голове сейчас крутится. Хотя целый день моя песня новая была. Почему мне понравились эти очки? Во-первых, какая-то необычная форма. Или обычная, или необычная, не знаю. Но мне понравилось. Рисуночек вот такой вот сбоку здесь идёт. Оранжевенький. Оранжевенький. Такой вот. Они такие синие и... Ну, вот сверху затемнённая, снизу немножко незатемнённая. Я не знаю, вот как. Скажите мне, я потом сама на себя буду со стороны смотреть. Мне нравится. Мне кажется, классные очки. И в связи с тем покажу сразу покупку, которую взяла... Главное, были новые очки, и я их не взяла с собой в Сочи. А в Сочи мне Кристинка подарила очки полароиды. Где они? Где они? Где они? Вот они. Я их тут ещё вот так храню. Пока в упаковке, знаете, когда что-то дорого. Вот такие вот здесь с ними вместе идёт. Прям всё фирменное. И полароид, даже вытиралочка идёт полароидная. В общем, очки очень лёгкие. Они очень приятные для глаза. И, ну, такие синие, чтобы вы понимали. О. Вот я не вижу, на самом деле, настолько... Настолько они затемняют, что... Я не знаю, видно вам или нет, но мне не видно, что они синие. А они ярко-синие. И у меня такие очки, на самом деле, были, но они были немножко другой формы. Вот такая форма более такая классическая, мне такая идёт. А у меня были какие-то вот такие, знаете, как терминаторы, но был вот такой синий цвет. Я их очень долго проносила, покупала за 10 тысяч. А вот эти очки 4 тысячи стоят. Ну, их цена 4 тысячи. Там были хорошие скидки, и мы взяли вот такие очки. Спасибо, Крестюшке, мои ещё раз. В общем, вот такие вот синие, как передат. Вот такие синие, они прям синие-синие. Вот. И это будут мои любимые очки, потому что за рулём в них будет вообще супер-супер классно. Они очень классно защищают глаз. И они такие затемнённые и лёгенькие. И прям вот комфортно, знаете, чувствуются сразу, когда что-то хорошее, чувствуются сразу. Но эти очки тоже мне нравятся хорошие. Я, короче, опять собираю кучу очков этих, море всяких разных очков. Дальше, что хотела показать, это вот такую классную сумку. Девчонки, это моя любовь. Всё. Я влюблена в эту сумку, она когда только пришла. Сначала я увидела на сайте, такая, думаю, ну, не знаю, маленькая, не маленькая. Я как блогер, да, то есть видеокамера я ношу всегда с собой. Она очень вот актуальна мне и очень вот, ну, прям вообще. Ну, вот кроме как слова актуальна, больше никакого слова не подойдёт. Вообще идеальная сумка, классная, кладчик такой. Как она смотрится на мне, превосходно. Она реально имитирует прям вот эту камеру. Яркая, вот такая вот, знаете, как зеркальная вся. Ну, здесь всё просто. Кладчик. Сюда, в принципе, много не влезет, она небольшая по размеру. Здесь можно отстегнуть, можно как кладч носить, а можно вот даже её вот так вот. Здесь прям цепочка целая. Вот. Такая пристёгивается. Можно отстегнуть, можно пристегнуть. Вот, короче, клёвая. И вот такой замочек, который вот так вот раз поднимаем. Как всегда у меня всё, не слава богу, садится батарейка, поэтому пришлось подключить её сразу. И всё нормально, в принципе. Так, на чём остановились? Чё я показывала сейчас? А, мою сумку! Супер классная сумка. Короче, я ей довольна. И вот посмотрите, как она смотрится. Вот я её так засняла с пиджаком. Вообще новая, очень круто. Кстати, в Сочи я взяла вот такую шапку. Да, она уже грязная, её надо вообще-то постирать. Вот такая классная шапка. Мне очень понравилась. Я вообще люблю с бубонами шапки. То есть, короче, вот прошлым летом я покупала, знаете, это чё, очки. Очки, 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 очки. Этой зимой, походу, у меня будут проблемы. Шапки, шапки, шапки. И я уже купила сколько шапок? Четыре шапки я уже купила. Зима ещё не началась. Вот такая шапка у себя классная, крутая. Так, шапка, шапка, шапка. Всё понятно. Это шапка. Что дальше? Что дальше? А, на этом же сайте, вот, декор, который, я вам говорила, что я совсем забыла, да? Который вы видели, декор, не сразу все понимают, где я и что я. На самом деле, это такой гобелен. Почему-то так переводится английского или не знаю. Вот, ну, гобелен, короче. Гобелен такой... Ну, что, на. Гобелен такой новогодний. Здесь, да, вот, видно вам, не видно. Тут такая ёлка, значит. Всякие подарки. Очень уютно с ним в доме становится. А второй, это у меня такая стена кирпичная. Может быть, вы видели её в других видео. Она очень классная на фон, и я её как раз взяла для того, чтобы снимать одежду на фоне. Мне кажется, очень круто. Я прям для неё освободила целую стену, сделала перестановку, чтобы было удобно. Дальше, костюм. Чёрный костюм. Просто нереальный чёрный костюм. Я его тоже увидела на сайте. Это 100% мой стиль вообще. Покажу вам кофточку. То есть, очень приятная ткань. Я не знаю, скорее всего, это синтетики, но, может, и не синтетики. Она очень классная. Сделана вообще какой-то невероятный дизайн. Ну, не то, чтобы невероятный, но прям мой, знаете, вот прям мой. Прям одела, и такая, босяк, прям иди, да. Вот эти штуки расстёгиваются здесь, змейки. Вот они. Но их не нужно расстёгивать, то есть, они не для того, чтобы их расстёгивать, наверное. Ну, если сильно жарко. То о нём можно сказать, это только то, что приятная ткань. И, возможно, это синтетика. Ну, в принципе, большинство моих костюмов это синтетика. Поэтому для меня это не страшно. Главное, чтобы было приятно к телу. И вот брюки такие заниженной, мотнёй. Ну, то есть, вот, не знаю, как сказать. Мотня заниженная. То есть, вообще крутые. Далее, далее, далее. Я купила, кстати, зашла очередные вот такие пайетки. Я не знаю, мне кажется, они для чего-то мне будут нужны. Это вот такие пайетки. Это я взяла, знаете, где? Это я взяла в зебре. В магазине зебры. Такие серебряные, такие золотистые. Они на самоклеечке. Мне кажется, что они могут куда-то пригодиться. Потому что я люблю что-нибудь приклеить, что-нибудь сделать. Хотя я всё это люблю в голове. А по факту ничего не делаю. Но вдруг я захочу... Ну, вот, смотрите, тоже красивые. Такие же пайетки примерно. Такие, эти крупные. Может, я что-то такое захочу сделать. Вот они, серебряные ещё. Дальше это, кстати, идеи подарков. Офигенская идея подарков. И, в общем, я была в Леди Коллекшн. Да, я была в Леди Коллекшн. У них конкурс скоро. И в Инстаграме конкурс будет. Так что добавляйтесь в Инстаграм. Я купила всем своим друзьям, девчонкам, я купила сертификаты. Вот, сертификаты на 500 рублей, в общем-то. И мне кажется, это отличный подарок. Пусть они пойдут и что-нибудь себе сами выберут. Вот, куча сертификатов, всех одарю. И девочек, в общем-то, у всех будет возможность что-то выбрать в Леди Коллекшн. А я также ещё приобрела парочку вот таких интересных покупочек. Вот новогодняя. Это вот такая брошка. Такая красивая брошка в виде ёлочки. И мне её почему-то хочется прицепить куда-то в машину, чтобы она радовала мне глаз и подделала новогоднее настроение. Такая ёлочка. И вот такие перчатки. Перчаток тоже не бывает много. Мне они понравились. Вот такой какой-то мягкий мех. Понятно, что это искусственный мех, это не натуральный. Обычные чёрненькие такие. Они ещё соединены даже. Внутри они с таким начосиком. О, какой начосик. Я думаю, чё-то такие тёплые. Прям, прям, видите? Прям мех. Вот. И вот так вот. Одеваю. Теплота. И я люблю такие штучки, да? Вроде бы одела какую-то обычную вещь. А потом раз одела такие перчаточки с такими мехами. И получается уже какая-то необычная вещь. Очень красиво. Мне понравилось. Кстати, вот эти вот вещи, то есть вот этот вот брошь и вот эти вот перчатки. Это парочка вещей, которые вот будут... Они, короче, Lady Collection, знаете, что собрались делать? Они хотят разыграть пять коробочек бьюти-боксов, в которых будут лежать аксессуары. Там по пять штук, наверное. Там и носки, и перчатки, ещё что-то. И в разных коробочках всё лежит разное. В общем, где-то по пять всяких аксессуаров из Lady Collection. И плюс ещё подарки от их партнёров. Вот. И всё это будет разыгрываться в конкурсе. Вот у них выстрелит, когда я обязательно скажу вам, покажу, чтобы вы поучаствовали в конкурсе от Lady Collection. Я думаю, вам понравится. Вот. Ну, такие вот подарки. Мне очень приятно. Что ещё? Всё? Чё, всё, что ли? Мне казалось так много всего. Или это я так быстро показала? Или то, что Денька мне мешал? Я прям голопом по Европам. В общем, я очень довольна этими покупками. Я очень довольна своей новой стеной кирпичной. Я очень довольна этим фоном. Он реально очень уютный. Я довольна своим чёрным костюмом. Я довольна своими новыми трусами. Очками. В общем, всем я очень довольна. И ссылки на костюм, на стены, вот эти, если вам будет интересно, на бельё и на очки я оставлю под видео. Заходите, смотрите. На самом деле тоже сайт такой, где много всего. Я там, на самом деле, вообще просто пропала на три часа, когда туда зашла, в этот магазин. Он называется Росегал. Если я правильно его называю. Может быть, не так читается, но я всё время увидела один раз, прочитала как-нибудь, и вот так называю постоянно. В привычку вошло, а привычки, как знаете, менять очень тяжело. Деня вот так вот сзади облокотился на меня. Всё, уже чувствую, прощаемся. Вышёл. Облокотился такой, как на диване сидит. Всё, мои хорошие, я с вами прощаюсь. Надеюсь, моё видео было интересным, полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди много интересного, как всегда. Я вас поздравляю с наступающим. Наверное, до самого Нового года я буду вас поздравлять. Ну, может быть, не в каждом видео, может, через видео. Это чё, прям каждый день-то с наступающим. В общем, я вас целую, обнимаю, люблю. И прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Ты тоже любишь? Ну, ты уже надоела со своими съёмками. Субтитры сделал DimaTorzok